Зима, огромные снежные сугробы и сам Дед Мороз. Попасть в Великий Устюг – мечта любого ребенка. Для Насти Гондаренко она стала явью. Фестиваль «Рождественская мечта» прошел в Вологодской области уже в 14-й раз. Два дня воспитанники из детских домов со всей страны общались, отдыхали, узнавали особенности культуры русского севера. Ежегодно на фестиваль съезжаются сотни ребят из России и ближнего зарубежья. Дети, конечно, нуждаются в заботе и внимании из подобных учреждений. И когда их везут в страну Деда Мороза, то льдинки, которые у них в сердце, они действительно оттаивают. И лично у меня, как даже взрослого человека, настолько душа раскрылась и настолько получила я впечатление, а дети тем более. Потому что у детей, правда, глаза горели. Дети были очень счастливые. Для того, чтобы стать участником этого грандиозного события, Насте пришлось немало потрудиться. В конкурсной комиссии она представила вышитая хакасская погон. Для ребенка с особенностями развития создать такую вещь невероятно сложно, но ее работа стала в числе лучших. Кстати, у организаторов фестиваля уже есть полное хакасское одеяние. Во всех областях вышивали какие-то русские народные, а у нас получилось хакасское нагрудное украшение погон. То есть мы все годы, уже Светлана Николаевна рассказала, что вышивали уже и платье, и сегидет. И в этом году хакасское нагрудное украшение погон. Это у нас второй экземпляр. Вот такой экземпляр мы вышили и отправили фотографии, как Настя сидит и вышивает. Эти два дня в Великом Устюге запомнится надолго. Море впечатлений, общение со сверстниками. Удалось даже поговорить с самим Дедом Морозом. На два дня сказка для Насти и ее воспитателя стала реальностью. Каждый ребенок подходил и загадывал желания, фотографировался с Дедом Морозом. И каждому ребенку Дед Мороз какие-то свои теплые пожелания говорил. Настя со мной поделилась, что она хочет еще раз попасть в гости к Деду Морозу. Теперь Настя настроена еще лучше заниматься, чтобы вновь икунуться в это зимнее чудо. Наталья Чудина, Станислав Колченаев, РТС.